Надежда Игоревна, какое количество людей сейчас у нас зараженных машиной лихорадки или, как ее называют в народе, или ГЛПС? За три месяца 2020 года в Саратской области зарегистрировано 122 случая заражения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Показатель заболеваемости составил 5 на 100 тысяч населения, что немного превышает среднемоголетние значения, 4,4 на 100 тысяч населения. Но заболеваемость распределилась по месяцам неравномерно, 97 у нас в январе, и это определенный переход части больных с прошлого года, потому что они заразились, например, в декабре, а зарегистрированы в январе. В феврале 16 человек и 9 человек в марте. Если сравнивать с тремя месяцами прошлого года, есть ли тенденция к увеличению? По сравнению, конечно, с тремя месяцами прошлого года заболеваемость превышает 2 с лишним раза, но в данном случае эта заболеваемость оценивается именно на среднемноголетнего уровня, потому что для природно-очаговых инфекций он более информативен. Какие меры профилактики сейчас принимаются, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года? И по популяции мышей, может быть, есть какая-то информация? Конечно, есть, потому как зоологические отловы уже начаты были, именно оценка зимнего состояния популяции уже начата была нашими двумя подведомствами учреждениями. Это я имею в виду ФКОС, Роснипчий микроб, ФБОС, Центр Геиены, Пемилов и Саратовской области уже начаты были в декабре. По результатам этих зимних отлов в первую очередь на Кумысной поляне понятно, почему особое внимание уделялось, но в то же время мы проводили отловы сравнительные и в районах области. Так вот, на Кумысной поляне сохранялась достаточно высокая численность мелких млекопитающих, причем они распределились неравномерно, сформировав так называемые стации переживания. И вот по этим стациям переживания было принято решение провести в феврале так называемую подснежную дератизацию, то есть до стадии появления травы, которая является именно основной кормовой базой для мелких мушеводенных грузунов. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, под ведомственное учреждение Кумысная поляна, организовали проведение данных мероприятий, на что правительством области были выделены средства из резервного фонда. Мероприятия проведены на площади 639 га, именно в этих вот точках переживания. После этого фокусорсничий микроб провел оценку данных мероприятий, которая показала, что эффективность дератизации составила 76%, то есть хороший эффект, и что точки долговременного отравления продолжают действовать. Ну, понятно, что сейчас время, скажем так, не совсем типичное в стране, да и во всем мире. Насколько опасно сейчас появляться на Кумысной поляне, хотя люди туда все равно едут? Понятно, что люди туда едут. Сейчас вообще контакты должны быть ограничены до минимума в силу ситуации с коронавирусной инфекцией. Это в первую очередь надо помнить. И понятно, что и на Кумысной поляне эти мероприятия, которые проведены, не последние, поэтому оценка численности все равно будет проводиться. Сейчас уже планируется мероприятие на весенний период, в том числе и в городе Саратове, это я имею в виду барьерной зоне. Поэтому эта ситуация определенным образом накладывается и сокращает количество лиц, посещающих Кумысную поляну, что, конечно, хорошо в плане предупреждения о заражении геморрагической лихорадской с почечным синдромом. А в плане коронавирусной инфекции, это понятно, единственный референд сейчас оставаться дома и ограничивать контакты. А есть какой-то прогноз по ГЛПС на этот год? Прогноз по ГЛПС, по ПФО. Мы получили прогнозы и по Приволжскому федеральному округу, и по России. По Приволжскому федеральному округу, который определяет до 80% всей заболеваемости в Российской Федерации, прогнозы. И на эту весну неблагоприятны, потому что все меры, которые необходимы, будут приняты в полном объеме. Еще одна напасть наша, саратовская, это клещи. Сколько человек уже обратились за медицинской помощью? За медицинской помощью за истекший период. Мониторинг у нас начался довольно рано в этом году. Именно обращаемость с укусами клещей. Это где-то середина марта уже, потому что температура стояла разная. Введен мониторинг был середина, по-моему, 16 марта. За этот период обратилось 10 человек по поводу укуса с присасыванием клещей. Зараженных клещей пока не выявлено. В прошлом году исследовано в лабораториях нашей, в Сокосроснипчемикроб, исследовано 574 экземпляра клещей. Из них выявлено 10 зараженных баррелями. То есть для нашей области, поскольку мы не эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту, вот это заболевание основное, которое проявляется в зараженных клещах. Боррелии, да, носители баррелии клещи наши являются. Но мониторинг ведется по всем инфекциям. Мы отслеживаем весь спектр тех заболеваний, которые могут передаваться клещами. Ну вот мне лично рассказывали люди, которые выезжали на природу и до еще всяких мер, что очень много клещей приходится с себя потом снимать. Какие меры профилактики вообще есть? Меры профилактики – это, естественно, коррецидные обработки. Они проводятся у нас в местах массового посещения населения, в летних оздоровительных учреждениях. Это несколько раз в сезон, причем летние оздоровительные учреждения. И я имею в виду парк, скверы – это уже балансодержатели данных организаций. Они тоже проводят такие мероприятия. Профилактики личные для человека, они, в принципе, давно известны. Это соответствующая одежда. Клещ, который наглухо закрывает тело, это обувь соответствующая, высокая, которая – это все, что препятствует заползанию клеща на человека. Клещ, он же с подъемом, с ростом травяного покрова, у него появляется возможность подняться повыше и попасть именно на человека. То есть вот те тела, которые соприкасаются с травой, с кустарником, нужно в первую очередь закрывать, защищать. Ну и, естественно, можно использовать репелленты на кратковременное посещение леса. Они вполне действуют соответствующим образом. Также нужно осматривать животных, чтобы не загнести клеща с ними, если вы выходите на прогулку с животными. Осматривать то, что вы приносите из леса, цветы, растения. Я думаю, заканчивая уж опять тем же рефреном, в настоящее время лучше посидеть дома. Ну а что делать, если всё-таки упустил клещ? Если есть возможность обратиться в медицинскую организацию, лучше, конечно, обратиться туда, чтобы снять клеща. А если уж такой, ну, в отдалённость, понятно, районы разные, нужно аккуратно снять клеща, захватить его как можно ближе к его ротовому отверстию и, вращая его против часовой стрелки, аккуратненько выкрутить его. Потом обработать это можно спиртовыми любыми растворами. Естественно, если есть возможность доставить этого клеща в лабораторию, то его надо доставить в лабораторию. Это какая-то стеклянная тара, чистая, немножко травы туда и клеща. Хранить его тогда, если уж долго везти, хранить в условиях холодильника. Но это только несколько дней можно, поэтому за пределами двух-трёх суток уже клеща доставлять смысла не имеет. Он погибнет. Спасибо.